здравствуйте у меня в гостях студии длица мэр одессы по владимирович бугин здравствуйте приветствую мы довольно часто встречаем правда сидя в этой студии не стоя вы баллотируетесь я знаю в депутаты одесского районного совета вы вице-мэр одессы человек который находится у руля ну во всяком чередах с рулем нашего города первый помощник капитана или второй помощник капитана мне трудно сказать я не знаю иерархии ваши там внутри досконально но при этом при всем вы баллотируетесь в районный совет что такое вообще не никто не может ответить может быть вы ответите полномочия районного совета одессы ну я вам скажу откровенно все вот последние наверное пять лет это и была наша избирательная компания можно так сказать поэтому баллотируемся сегодня это так можно по-разному это называть я считаю мы вот мэр геннадий леонидович он вообще не ведет избирательную кампанию он делает ежедневный в том же ритме в котором он проработал пять лет так продолжает и сегодня то есть активная ежедневная скрупулезная работа на благо города одесситов и над реализацией проекта и именно поэтому вот мы в абсолютно вот я например сейчас судя по всему проект все-таки избрать себя мэром это естественный проект вы знаете мы знаем отношения одесситов каждый день мы встречаемся с одесситами и сегодня и видим действительно их отношения добрая и мэр говорит с одесситами совершенно на одном языке что касается вот этой новой реформы децентрализации выборов в районный совет это действительно новшество это объединение крупных городов которые сателлиты одессы это ильчевск черноморск с южный и близлежащие о т.г. которые действительно сегодня в рамках нового законодательства планируют объединить для меня меня политическая партия доверяя делам выдвинула кандидатом я и в списочной части и мажоритарка по приморскому району связи с тем что действительно мои знания могут быть полезны для привлечения инвестиций для создания агломерации одессы для расширения границ одессы для формирования бюджета еще большего для нашего региона вот в этом действительно я могу быть полезным поэтому меня партия делегировала туда хотя сейчас уже не партийный человек но партия меня делегировала кандидатом и вместе сергей рафаиловичем гриневецким мы действительно имеем портфель проекта который можно будет реализовать уже в одесском районе в основном это проекты связаны с привлечением инвестиций в основном и распределение бюджетных средств именно с точки зрения выделения максимально возможного количества на город одессы и на формирование серьезное одесского так называемого района один из самых больших проектов в этом портфеле это создание зоны приоритетного развития которые вы много слышали этой можно ее назвать и порта франко и индустриальный парк и как угодно можно называть но смысл остается один и тот же это крупная промышленная логистическая площадка площадью более 80 гектар порядка 100 гектар с новыми подъездными путями и с инфраструктурой это то многие политики сегодня кричат об этом бьют себя в грудь и пытаются принять законопроекты но никто не сдвинулся с мертвой точки мы вынесли на сессию концепцию мы были заключили соглашение со всеми городами побратимами в том числе с китайской народной республикой где сегодня это реализовано приняли на сессии концепцию и сейчас разрабатывается уже детальный план территории оформляется земля создается управляющая компания и уже ведутся сегодня переговоры с потенциальными якорными арендаторами этой зоны приоритетного развития теми компаниями инвесторами крупнейшими мировыми которые имеют опыт внедрения этих проектов в городах европы в частности одна из таких компаний из которых больше всего мы ведем переговоры и мы на них действительно ориентируемся это одна крупнейшая китайская инвестиционная компания это и банк и промышленный холдинг которые сегодня уже их интересуют это сотрудничестве с рядом французских компаний поэтому это все на территории поля орошения поля орошения да там 100 гектаров порядка 100 гектар вот сегодня детальный план этих всех территория разрабатывается это и последний участок земли на территории одессы на котором может быть реализован такой масштабный промышленный индустриальный проект инновационный проект что это для одесситов но мы должны понимать это новые рабочие места это создание на территории города экологически чистых производств которые действительно мало того что это большие платежи налоговые платежи налоговые поступления новые рабочие места и доступ к товарам возможно создание компаний спутников для всех этих производств логистические компании а какие производства претендует на участие в этом проекте ну давайте возьмем пример да чтобы было понятно телезрителям это очень важно минск компания china merchant group создала на чистом поле промышленный индустриальный логистический комплекс полностью разработали так называемый мастер план то есть детальный план огромной территории порядка 200 гектар и на этой территории построили и общежития для сотрудников и всю инфраструктуру и конечно таможенные склады логистический центр места для скажем так формирование отстойника для фур и так далее и так помимо того сборочное производство холодильников телевизоров светодиодных ламп батареек ну то есть огромного комплекса промышленного который и это все сделано в течение нескольких лет то есть это не ну вы видели в кино наверное как это происходит в китае строительный процесс он очень ускорен по стране но сейчас они по моему даже во время коронавируса госпитали построили огромные за несколько буквально недель да то есть эти все технологии они могут быть применены и в нашем регионе так же как это у наших соседей в беларуси поэтому я думаю что мы на правильном пути и связи с тем что команда которая этим сегодня занимается довольно таки опытная серьезно идти на работа наша команда это я говорю о сергей рафаилович гриневецким о мэри о нашем департаменте экономического развития который грантовым офисы одесса 5т который сегодня этот проект сначала презентовали на сессии городского совета компенсационные механизмы в котором все выстроены которые сегодня мы общаемся плотно с министерством экономического развития и это уже не прожект это реально то что сегодня мы делаем и как говорят американцы развитие должно быть sustainable то есть переводе с английском устойчивое развитие именно поэтому мы шаг за шагом это нельзя сделать вот так вот единомоментно это делается шаг за шагом прорабатываются потенциальные инвесторы прорабатывается мастер-план оформляется земля мы к этому скоро подойдем скажите пожалуйста какая доля в данном случае обязательства на себя берет город в этом случае город на себя берет офис обязательства подгал подготовить земельный участок и подвести туда инфраструктуру то есть это водопровод электроэнергия это все что с этим связано экологически это достаточно безопасно ведь поля орошения гранич с лиманом в общем то ну там у нас есть большая задача большой вызов для всего нашего региона который о чем говорит геннадий леонидович уже очень много лет это наша дамба потому что в случае ее прорыва в зоне подтопления окажутся десятки километров и том числе и и поля орошения поля орошения до связи с этим действительно нам очень сильно нужно одесской лобби в парламенте говорим не тех парламентариях которые сегодня есть которые к сожалению делают все что угодно только не занимается законотворчеством и решением глобальных одесских проблем поэтому с каждым годом я вижу что количество тех людей которые доверяют конкретным делам их возрастает и эту тенденцию как я сказал она должна быть устойчивой и когда мы уже действительно подойдем к тому моменту когда у одессы у региона будет действительно сильное лобби сильная поддержка одессита в киеве мы сможем решать такие глобальные инфраструктурные проекты как хаджабиевская дома и сегодня такие проблемы это не только дамба а очист берегозащита а укрепление склонов это все те проекты которые но во всем мире решает эти проекты государства и выделяет на это финансирование сегодня конечно с этим есть определенные сложности но вы знаете что мэр был неоднократно в брюсселе и с диджинир это как министерство экологии европейского союза европейского парламента это организация которая в объединении ряда стран может выделять финансирование в этом году мы получили например грант на проработку и на привлечение специалистов порядка 100 тысяч евро уже получили подписали контракт и это в рамках этих программ европарламента евросоюза можно получать финансирование от десятка миллионов миллионов евро до сотен миллионов именно на такие мега инфраструктурный проект и даже если у нашего парламента не будет политической воли выделение средств на решение такого рода проблем как хаджибеевская дамба одесская т.д. то мы будем искать альтернативные источники и мы будем эти проблемы решать при любых обстоятельствах потому что это наш город нам здесь жить нам здесь любить и нам здесь творить добро да не говоря о том что вы многодетный отец и жить тут вашим детям насколько я надеюсь да скажите пожалуйста вам часто задают вопрос разные боты разные будем таких называть но провокационные вопросы я тоже задам час его этот провокационный вопрос по владимир где космодром знаете мы много смеемся на эту тему но на последнем форуме инвестиционном 5т вы видели приезжали во-первых руководитель космического агентства во вторых одессит одессит наш владимир усов во вторых приезжали руководители крупнейших главные инженеры южмаша это на сегодняшний день одно из самых крупных предприятий в стране который принадлежит космическому агенту который управляет им государство космическое агентство и это те предприятия и на протяжении этого года вы к сожалению не только в нашем городе во всей стране может быть к счастью если откровенно говорить проходят создание кластеров проводятся международные конференции и так далее потому что украина в космической отрасли занимает действительно очень серьезное место вы видите что в мире происходит на теме космос и когда мы с вами говорили о том что там два года назад приняли законодательную базу все смеялись сейчас некоторые продолжают смеяться но уже не так да уже даже энергия открытой энергии да сегодня космическая индустрия полностью используется в полностью в оборонной промышленности все данные спутников связь телекоммуникации ну вы тоже на телевидении вы знаете что вы сегодня ежедневно и сегодня президент своей речи упоминал по моему три или четыре новых разработки ракетных установок военного назначения ну на сегодняшний день в одессе создан кластер аэрокосмические в который вошло по порядка 50 организаций в том числе 5 или 6 университетов одесских сегодня в украине появилась первая крупная компания частная которая производит ракеты для нас а но на секунду это и по моему первый запуск уже был несколько наших крупных предприятий готовят для космической отрасли я не могу к сожалению называть эти предприятия но все многие я вас перебью дело в том что простите я хочу объяснить телезрителям что володя усов до который возглавил космическое агентство мы до этого вообще никто не знал что в украине есть космическое агентство но существовало его так называли укркосмос и даже как-то иронично к этому относились потому что какой космос когда у нас тут такие внизу такие дела будем так и я провел с ним передачу это было наверное месяца три или четыре тому назад и с удивлением узнал какое огромное количество предприятий украины принадлежит этой организации причем работающих предприятий которые до сих пор продолжает ну во всяком случае поддерживать дыхание и вот сейчас владимир усов и космическое агентство стараются настаивают и в общем то судя по всему побеждает в том чтобы возродить вообще эту отрасль вообще эту отрасль в этом заинтересованы все это между прочим тот путь который действительно судя по всему очень интересен нашим партнером как мы их называем хотят они партнеры заинтересованные у нас капиталистические страны которые готовы инвестировать в эту отрасль достаточно большие суммы для того чтобы было понятно простым одесситам то надо отдать должное что сегодня два крупных одесских предприятий производят специальную продукцию для госпредприятий которые работают в космической отрасли а в украине появилась первая компания который действительно для мировой арены поставляет оборудование и ракетоносители поэтому это уже первые шаги в этой отрасли а у нас гениальные люди в одессе в особенности у нас есть такая история связана с космической отраслью который наверно позавидует и днепр и действительно мы должны эти традиции не забывать что это было и почему мы это все потеряли конечно сегодня любой депутат может начать смеяться насчет космоса и сказать вот видите я же построил детскую площадку в виде деревянной ракеты а вы там фантазируете себе космосе строительстве ракет легких спутников и так далее это не к сожалению или к счастью для нас это уже не фантастика эта реальность плоды и и мы увидим я думаю через несколько лет но если сегодня этим не заниматься то мы просто вот это мировая мировой тренд пройдет мимо нас но одесса и вы скажете муниципалитет где муниципалитет и где космическая индустрия мы должны создавать все все условия для того чтобы наши университеты получали заказы для того чтобы готовили специалистов в определенного профиля и сегодня мы создали этот кластер который сегодня уже провел несколько конференций там презентуются на постоянной основе современные наработки как только наработки получают свое внедрение это новое предприятие это нора в новые рабочие места это инвестиция это работа экономики вот так вот если совсем коротко понятно ну это не коротко но при этом причем почему аграрный университет он нас сегодня занимается как раз компьютерными технологиями современными технологиями это а название к сожалению университета осталось пока что старый на самом деле это совсем другая специализация понятно скажите пожалуйста это все рожденные идеи вот этой 5t вот этой структурой которые вы создали ну грантовый офис и подразделения 5t это наша экономическая стратегия вот если программа политической партии доверяй делам называется 740 имеет 7 разделов и 40 проектов то 5t это программа которая уже действует 6 лет уже шестой год сейчас пошел которая реализована более 50 проектов и привлечено более 230 миллионов евро на сегодняшний день это по 5 основным т направлениям транспорт туризм технологии торговли и трасс в это подразделение собираются со всего всех подразделений городского совета от всех инвесторов все новые технологии обрабатывается департаментом экономического развития международных связи и многими другими подразделениями исходя из своего профиля и вырабатывается каталог инвестпроектов после этого на самые необходимые определенные сессии городского совета мэром города проекты мы пытаемся найти финансирование из разных источников государственный бюджет гранты городской бюджет инвестиционные средства кредиты и брр мирового банка консорциумы с другими странами и городами подарки от наших городов-побратимов ну все то что вы видите и в рамках каждой т реализовываются те или иные проекты как я уже сказал мы в этом году сделали очередной каталог и презентовали новые проекты и многие из них вы уже слышали это и дворец спорта это и реконструкция наших набережной и те точки больные которые на трассе здоровья еще нужно доделывать чтобы еще легче ну и культурные проекты тоже ну и культурные проекты это обязательно потому что у нас последние это это траст его еще называют талант да да и действительно мы хотим чтобы детство стало городом 100 фестивалей и для этого у нас есть все предпосылки и вот буквально на днях мы встречались новым назначенным послом швейцарии который просто воодушевлен нашим городом он его вдохновенно создавляет и сегодня швейцарские компании инвестиционные готовы инвестировать в украину и строят очень серьезные планы на этот счет и как они вот как господин посол сказал что все строится на культуре первое чего он начал что он был в одесской филармонии и наслаждался игрой господина ботвинова и он просто в восторге мэр ему рассказал про проект золотые скрипки про нашу школу столярского легендарную про то какие исполнители к нам каждого приезжают со всего мира на разные проекты и господин посол сказал что вот тот город у которого такие культурные традиции тот действительно имеет право на существование на будущее на развитие у кого сильный дух тот преодолеет все препятствия даже с коронавирусом и мы всегда будем процветать и делать все чтобы наш город становился краше чтобы дух его сохранялся культура чтобы развивалась понятно у нас осталось мало времени но я хочу вернуться к своей юности с вашего решения ну и зрелости тоже но юность я любил футбол я его обожал я и сейчас смотрю футбол когда хорошая команда играют с удовольствием я много лет не хожу на черноморец по той простой причине как и многие одесситы потому что в детстве я восхищался там победой черноморца над интернационале по моему 4-1 был такой счет черноморец выиграл это был не просто праздник это была победа одесского духа вообще над европейским грантом футбольным ну и так далее и тому подобное потом было еще много хороших историй связанные с этой командой ну а последние годы все знают сейчас черноморец начал по моему как-то возрождаться что ли он в своей второй или третьей лиги во всяком случае чуть ли не лидирует но посмотрим я боюсь что-то говорить но вот вы недавно организовали или вы или с вашей по вашей инициативе футбольную школу для чего для того чтобы воспитывать здесь футболистов а потом действительно они расходились по всей стране а может быть и за рубеж или все-таки это цель возрождения в одессе того футбола который здесь был если мы говорим о юности раньше был чемпионат известная во всем советском союзе назывался кожаный мяч когда в каждой школе была свою своя минимум одна футбольная команда и все соревновались между собой и действительно он был настолько массово этот вид спорта что он действительно воспитывал и скажем так создавал пирамиду в рамках которой со школьной скамьи университет и так далее и так далее становились профессиональными спортсменами и селекция была очень серьезная и можно было найти талантов и в городе за последние годы была создана инфраструктура колоссальная надо отдать должное мэру города и всему депутатскому корпусу которые создали более 60 стадионов на сегодняшний день это современные спортивные футбольных полей и футбольных полей в том числе и создано сегодня работает порядка семи спортивных клубов кроме черноморца юниор атлетик пират ну довольно таки много организаций которые профессионально сегодня готовят молодых спортсмена но связи с тем что в федерациях футбола у нас их было три в городе не было слаженности у них действий мэр несколько лет подряд просил организовать серьезные чемпионаты такие как мы сделали по рогбийную школьную лигу и баскетбольную школьную лигу в котором за первые же годы это там в регби там порядка 50 команд школьная баскетбольная лига там 80 следующий год 90 команд то есть у каждой команды своя форма свой тренер свои спонсора и так далее и так далее и это создает чемпионы района чемпионы города вице-чемпионы города это создает и победители едут на европейские соревнования то есть футболе несмотря на то что это самый массовый спорт в связи с этим определенным дисбалансом и недопониманием были сложности но в этом году мэр принял волевое решение вместе с олегом одноровичем председателем профильной комиссии мы все григорий бибергал мы все собрались и приняли решение о том что мы больше оттягивать ничего не будем мы собрали в муниципалитете все представители всех клубов сказали что это нужно делать и что самое интересное мы думали что будет какой-то конкуренция между клубами и так далее все единогласно сказали это давно нужно было сделать вот мы организовали сегодня построены сетки и как в каждой школе будет 1 по разным возрастным категориям от одной до двух команд будет на протяжении целого года сегодня уже мы готовим тренеров для каждой школы сегодня мы готовим арбитров которые будут судить то есть это не за чего города это город вместе с ассоциацией футбола города одессы которой признана сегодня официальной организации федерации футбола украины мы делаем официальный чемпионат город с федерацией футбола и это действительно будет серьезнейший чемпионат наверно самый массовый спортивный чемпионат в нашем городе мы планируем порядка 300 команд что будет играть в этом турнире и наша цель это создать для наших детей самые лучшие условия для занятия спорта мотивировать их чтобы они видели на каком высоком уровне проводятся матчи чтобы они играли на самых лучших стадионах со зрителями и я думаю что пройдет этот карантин мы выйдем на футбольное поле и увидим как наши дети сражаются за титул чемпиона города ну что ж действительно я думаю что уже дети все дети уже знают те кто увлекается футболом они знают как вы перспективы у хорошего футболиста это правда особенно за рубежом это действительно так спасибо огромное еще раз напоминаю что павел димович в углу это не получилось может быть может и лучше что не получилось предвыборная прямо скажем программа это получилось просто интересный интересный по моему разговор о перспективах которые могут ждать одессу в ближайшее время мы всегда мечтали между прочим павел димович вугельман его называют так за глаза я глаза могу сказать мечтатель одесса всегда мечтала в одессе всегда были фантасты и мечтатели и как правило очень много из того о чем они мечтали реализовывалось состоялась вам и себе я могу сказать только одно дайте бог чтобы это все состоялось спасибо огромное спасибо вам всего доброго